всем привет у нас сегодня третье занятие по линуксу сегодня у нас интересная тема про архивирование сжатия атрибуты файлов доступ и дальше поговорим если время останется там по работе с файловой системой там хочу рассказать про архивирование сжатия архивирования в линуксе философия юникс такова что для каждого действия создается отдельный утилита до которая его здесь делает отлично но только вот одно действие готова соответственно также здесь вот здесь у нас есть утилита тар которая только архивирует архив получается что ну что такое архивирует она собирает файлы как в один архив тар вот она их не сжимает ничего с ними не делает у нас как бы из множества мелких файлов да получается вот такой один большой вот дальше мы если захотим мы можем их сжимать этот архив там сжимать например зипом базе по можно обычным зипом и так далее тар это вообще происходит от этой архив то есть от ленточный архив потому что раньше видно там нормально раньше просто записывал все на ленту вот она предназначалась именно для вы копировали первоначально вот на данный момент у нас еще есть утилита star стандарт старт так называемая да это более веновая версия торт вообще там туда была добавлена поддержка с елинам и а цель про с елинукс и процессе мы попозже говорим много с елинукс и система безопасности а цель это можно сказать что более расширенный как у нас есть права на файл там в разделе из группа и а за вот а цель мы можем более так более удобно более развернуто управлять правами на доступ к отдельным файлам и архивам вот файлам и папкам и архивам я всему остальному вот но на самом деле нам сейчас утилита старт не нужно потому что автор тоже уже было добавлено поддержка всех линуксов и целей вот иди сатар она до центов по крайней процент смешал говорит да значит до четвертой версии цента сатар не поддерживала надо было ставить старт специально после 4 то есть 5 6 7 версия да там уже то равновилась и специально ему усиливу стар не надо ставить но при этом что тар но нужно иметь ввиду что тар у нас по умолчанию стенд от атрибуты такие вот как если линук социей да он их не добавляет в архив вот то есть ему надо эти параметры указывать дополнительно до ключами если мы хотим добавить ну сейчас чуть я про это расскажу и покажу примерчик вот сжатия для сжатия у нас есть на самом деле довольно много утилит вот но самый распространенный вот я здесь привел да вот для линукса это газип сжимает файл очень распространена довольно эффективно вот довольно удобная утилитка позит 2 то же самое многие используют ее да еще более эффективно но соответственно как получается да что как как всегда мы меняем тактовую частоту процессора да на как-то плотность сжатия ну да как сказать правильно на силу сжатия да чем сильнее мы хотим сжать тем больше мы должны уделить это процессорного времени затратить соответственно надо думать если у нас сильно нагруженный сервер да и там заниматься сжатием как бы да что мы должны понимать что процессор будет на группу вот утилита позитив у нас имеет несколько степеней сжатия от 1 до 9 мы можем указывать это эти степени сжатия когда будем сжимать файлы вот ну в этом параметры покажу ну или просто по не посмотрите главное чтобы это знаете вот по умолчанию утилита позит 2 сжимает с уровнем сжатия 6 ну то есть что такое среднее получается вот отдельно я привел утилит кузи она как немножко стороне потому что это утилита и архивирование и сжатия она кроссплатформенная она кто пользуется видой постоянно знает наверняка там там вообще все зипом зип из коробки поддерживается и если вы там зип скачали то без проблем там все это откроется как куда но она не очень эффективно вот и единственный плюс то что видим она очень сильно распространенная вот и для утилиты zip конечно же есть этот в линуксе поддержку вот есть еще утилита сжатия ну тоже кто под виндой знает вот в линуксе она насколько я знаю из коробки не подержится надо ставить специально анрар и ну в общем разным анрар и еще там что-то имеет эти архивы открывать и работать с ними вот что можно да тар есть тар не надо ставить с тара нету зип зип до зип должен быть позитив не уверен я не поскольку я не всегда часто не часто с ними работаю так не помню давайте попробуем поиграться их подготовил пон Elector работает на самом деле файлы я не буду нажиматься да там добавлять в архив там понятно что в архив можно добавлять ларки можно из архива можно удалять файлы дарки можно изменять можно на попробовать добавить папку с паромga этот архив потом удалить папку восстановить стр . права доступа также будет восстанавливаться по умолчанию как все очень хорошо и замечательно ну я думаю сделаю лучше лабораторочку которую вы сами сможете все это руками пощупать вот это все довольно просто и тривиально совершенно давайте я покажу поинтереснее примерчик с с линуксом и с дополнительными правами да чтоб вы видели так стану сейчас ртом идем куда мы идем а нам надо так утилиты с файлами ну touch самое простое это утилитка со для создания файлов просто пустых как бы создаем файл один из способов сажали ничего даже перезапишут время доступа время доступа стопудо изменится так смотрите насоздавали файликов это вот стать один сейчас пускай попробую сделать не особо лучше да получим окей так создали файлы смотрите мы сейчас поговорим про дополнительные эксперимент атрибута особенно вот про сейчас именно селин все посмотрим чтобы посмотреть атрибуты селинукс мы дальше об этом еще поговорим но именно саму систему селинукс будем рассматривать лс минус за большое надо сказать вот смотрите мы видим контекст что тпд сис контент т права доступа root root rr права доступа дальше еще посмотрим ну смотрите мы сейчас добавим все это дело в архив чик тар минус x тар минус за минус еще можно не указывать то что тар а это утилита из уникса к нам пришла да и где не было такого, как это сказать, ну, четкого указания, да, что надо обязательно минус указывать перед этими, перед ключами и аргументами, да, ну, по умолчанию я по привычке. C, create, V, verbose, F, file, куда мы будем архив делать. F должен быть обязательно последним, и после F должен стоять имя архива. Вот, это важно. Файл — это то, что мы хотим добавить. Ну, файл звездочка, то есть мы выбрали все файлики вот с цифрами, да, и любая цифра должна быть. Вот архив создался. Давайте сделаем муви root. Нет, муви, сейчас. Вот он. И сделаем, ну, разархивируем его, посмотрим. экстракт, вербос файл, этот тест. Минус Z большой, чтобы посмотреть. То же самое распаковал, но смотрите, контекст, контекст изменился. Отмин хом, да. Просто потому, что я хотел показать пример о том, что у нас из еинуксы может сохранять, да, контекст, но забыл добавить параметры специально. Соответственно, мы видим, что он не сохранил по умолчанию. Вот. Мы можем восстановить контекст, сделать вот так вот. Сиди назад, restore. Ну, давай. Потому что по умолчанию он контекст не сохраняет. А вот я и не помню, какого. А, ну, может быть, restore.com делать. А, вот. Ну, restore.com, да я когда про S-Helenex буду рассказывать, да, я все эти интеллекты покажу. Значит, надо какой-то ключ? Нет, он изменил. А чтобы сохранил, да, надо указать, да. Так, давайте я еще раз, мы зайдем сюда. var.vv.html. Файлики. tar. create.verboss.file.test2.tar. Надо ему указать обязательно. Если мы хотим сохранить SE Linux, да, значит, мы... Нет, мы можем указывать, что мы хотим сохранить. Мы можем указывать ему SE Linux, мы можем указывать ему... В общем, чтобы мы хотим сохранить SE Linux, то нам надо указывать ключик, тире-тире, SE Linux, да. Ну, в общем, мам. Если мы хотим... Читайте мам, как бы, да, на самом деле, по большому счету все эти ключи можно не обязательно запоминать, да. Надо просто узнать, что они есть, а все равно, если постоянно не работают, то они все равно забудутся. Правильно? Ну, давайте так, так, так. Что у нас там получилось? Тест 2 у нас получился. MovieTest 2. Да, root. Давайте. Root просто. MakeDeer. Тест 2. И MovieTest 2. А, блин, сейчас. MakeDeer-то я не там сделал. Root. Тест 2. MovieTest 2. А, Тар. Root. Тест 2. Можно написать вот так. Второй параметр. А, дальше. Да, два восклицательных знака это... Да, два восклицательных знака это выполнение предыдущей команды. Через двоеточие мы указываем параметры. То есть первый параметр это будет root.ts2.tar, а второй параметр root.ts2. Если мы хотим перейти, то мы будем вот так вот, можно написать. Вот, видите, root.ts2. Перешли. А, ну вот она показывает, в какую команду она раскрылась. CD root.ts2. Иногда довольно удобно, чтобы нам пути в сеть не прописывать. Вот. Так, что у нас тут? Тар. Делаем тар. Минус экстракт. Verboz файл.ts2. Все. Минус z. Вот он. Видим, что контекст сохранился. В отличие от прошлого раза. Вот. У него есть на самом деле, не обязательно указывать SE Linux, там ACL или еще что-то подобное. Там есть просто //extend utter, по-моему, так. Ну, в общем, параметр, который говорит, что сохрани мне все, все, что возможно, все запихни туда, как бы, да? Вот. Ну, что такое? Ну, что такое? Сейчас. Ну, в принципе, понятно тут, ничего сложного, на самом деле, нет такого особо. Единственное, что у нас, я не сказал, мы можем сделать что? Мы можем сначала создавать архив, таром там или старом или чем захотим, потом его сжимать. У тара есть ключики, которые позволяют нам сразу же делать эти две операции в одном. То есть не просто там, как мы писали там, CD-, кстати, указывает нам вернуться в предыдущее место, где мы находились. По истории команд можно перемещаться просто селочкой вверх. Ну, так, на всякий случай, друг, собственно, не знаю. По хистерии. Нет, ну, ты, ну да. Я и говорю по хистерии. Так, в чем тут? По истории команд. Селинукс. Мы можем указать ему, вот сейчас мы таром делаем, да, только архив, без всякого сжатия. Если мы хотим его сжать, например, BZ2, мы добавляем просто ключик к J. Ну, так, не знаю, почему так повелось. И, соответственно, мы должны сделать star.gz, да, или, если сокращенно, то tgz. И он сожмёт. Можно увидеть, да, что сжатый архив, конечно, зажимает. А. А, он не это, мы его, подождите, сейчас. Давайте сделаем не сжатый для сравнения. Сжатый для сравнения. Сейчас. Sorry. J, tar.gz. Без J, просто tar. Сейчас я не тороплюсь. А, видно, да, вот разницу. TES2, tar, LAS-, можно сделать H. 10 килобайт, TES2, tar, 363. Каких он единиц показывает, когда без килобайта? 363 вообще, что там? Где? Вот. Байта такой. Байта, 363 байта. Пришёл Олег. Ура! Приветствуем, Олег. Он вам расскажет сегодня про Debian. Да, если будут какие-то отличия, конечно же. У нас, кстати, уже сегодня отличия, у нас вопрос возник. В Debian по умолчанию с Elyna вставится? Нет. Нет? Ну, за восьмую не буду говорить, за седьмую нет. Не знаю. Прикольно. А Ubuntu? У Ubuntu, по-моему, есть, да? Тоже не знаю. Нет. Нету S.Rinux? По-моему, нет по умолчанию. Я знаю, что SP-менеджер просит отключить S.E.Linux с каждого раза. Ну, а как его нет, если он его просто отключить? В CentOS. А, в CentOS, да. В CentOS, я сказал, что по умолчанию там есть. Ну, про S.E.Linux мы позднее. Мы сейчас посмотрели атрибуты, что TAR нам эти дополнительные атрибуты позволяют. Ты рассказал, да, зачем нужен TAR вообще? Ну, архивы создавать. Да, GZip он по умолчанию умеет архивировать сразу несколько файлов. Поэтому нам нужно как-то их объединить в одно целое. Для этого используется как промежуточное звено TAR. Ну, то есть, по-нормальному он буквально не нужен, но, так сказать, особенности, особенности реализации утилиты. Это не особенности, это Unix way. Понимаешь, каждая утилита должна заниматься своим делом. Ну, в этой этапе. Так, идем дальше. А ты про все пюлечки рассказал в табельске? Create файл, да? Да. Ну, мы посмотрели на примере с XN-атрибутами с E-Linux. Extract рассказал? Да, ну, конечно. Отлично. Будет лабораторка потом, и все-все разберутся. GZip, пара слов буквально. Можно сжимать с помощью TAR в три разных формата. С помощью GZip, какой-то там Bzip2, да. Есть еще третий формат. Да, вот LZO. Что-то такое, да. То есть, есть три ключа. Собственно, Z. Есть J маленький, J большой. И вот J большой, она сжимает сильнее всего. Если что, на будущее. Нет, там еще есть, можно еще с помощью, там, какой-то, по-моему, LZO. Или ее надо специально ставить. Нет, это не оно. J большой. Нет. Нет, нет, нет. J большой, это что-то другое. А там ты указываешь, просто там это LZO, она не совсем хорошо интегрирована с этим старым, да. И ты ему должен писать, там, тире-тире, там, этот, как-то type of, тра-ля, архив, там, равно, и там, пипец, вот такую хрень. И он, наоборот, хуже всех сжимает. Типа, если ты хочешь минимальное сжатие себе, то ты делаешь там. Вот. Кстати, если ты TAR сжимаешь, и ты сжимаешь с помощью Bzip2, ты можешь ему указывать степень сжатия? Или степень сжатия ты указываешь только, если просто Bzip2? Ну, не пробовал никогда, не знаю. Окей. Так. Идем дальше. А, СА. Ну да, почему-то. Управление доступом к файлам. Вообще, у нас управление доступом к файлам происходит как? У нас есть у него 10 атрибутов. Вот. Здесь у нас 9, 3 группы атрибутов и один атрибут. Вот здесь в начале стоит, по идее, да? Я почему-то не нарисовал его. Смотрите. Первая группа атрибутов указывает для юзер, то есть владелец файла. Дальше для группы, в которую входит владелец. А дальше для всех остальных. У нас есть 3 вида атрибутов. Read, write и extract. Read, write и... Экзекьют. Экзекьют. Да. А, это я с этих архивов. Вот. Экзекьют. Для файлов и для папок экзекьют ведет себя по-разному. Про папки по-другому. Ну, попозже чуть расскажу. Про файлы. Смотрите. Ну, понятно. Read, write. Это читать, писать. Extract, то есть execute, выполнять. Вот. Управлять этими параметрами мы можем с помощью утилиты чмод. Мы можем их задавать в тех самом виде. Можем указывать их в циферном виде. Это восьмеричная аннотация. На Википедии потом посмотрите. Там табличка. Там есть вот именно почему вот такие, почему 4, 2, 1. Там очень хорошо показано, когда у тебя перевод идет в двоичную систему. Ну, то есть из буквенной в двоичную, а потом в восьмеричную систему. И там сразу понятно, почему откуда там эти 4, 2, 1. Да. Ну, в общем, вот. На самом деле. Давайте попробуем, чтобы посмотреть, что у нас там есть. Ну, в принципе, вот у нас даже... Ну, я сказал, что вот уже мы можем... Ну, сейчас я покажу все. Мы можем указывать их, сдавать с помощью буквы и с помощью циферок. Чтобы... Мы можем... У это юзер. Плюс икс, это значит, что мы этому юзеру позволяем делать экстракт этого файла. Файл текст. То есть, экзакит. То есть, выполнение. Вот. Чмот, юзер групп и азер минус в. То есть, мы всем запрещаем чтение. Убираем вот этот вот атрибут. Если мы делаем, то тут... Запись. Что-то я совсем заработал. То есть, минус в. То есть, мы когда сделаем минус в, у нас вот это вот все... Ну, к примеру, если у нас там были все вот эти атрибуты, да? Вот все вот эти в, оно уберется, и вместо нее будет просто минус. Прочерк. Не будет записи. Вот. Давайте посмотрим. А, когда циферные, числовые... Более правильно. Мы можем задавать не 4, 2, 1, а как бы складывая вот эти вот цифры. Три вот эти цифры там. Если мы хотим дать полный доступ всем на все, на выполнение, на чтение и на запись, да? Мы делаем чмот 7, 7, 7, да? И файл указан. То есть, мы складываем 4, плюс 2, плюс 1. Получается семерка. Вот. Если мы хотим только read-write сделать, то 4, плюс 2. Да, больше 40. Вот. Давайте посмотрим. Вот они, эти атрибуты. В принципе, все видно. Или не очень видно, да? Вот. Вначале первое, вот то, что я сказал, атрибут у нас идет... Здесь указано... Нет, можно. Тест нет. Да, можно. Как? А, у тебя... Это... Вертальная машина? Да. А, можно в консольке? Тут тоже самое. Матер. А, тест какой-нибудь. Вот они. Макоис то же самое. Стандартные атрибуты. Первый атрибут, вот как здесь мы видим, это D, буковка директория. Он не всегда может быть буковкой D. Не всегда это может быть директория. Ну, там... А у меня нигде не переведено. Я думаю, приведу, какие бывают первые атрибуты. Там он может быть link, может быть директория, может быть, если это просто палочка, что это значит, что обычный файл, да? Если просто прочерк. Вот там еще, наверное, какие-то могут быть дополнительные. RVX. Это первая группа атрибутов, которая относится к пользователю-владельцу. Пользователь-владелец это вот я, NMission. Есть группа моя, став. Дальше указана третья, вторая группа атрибутов, это RX. То есть это относится к группе моей, да? Все, кто состоит в группе став, они могут читать, выполнять файлы, но не писать туда. Про директорию еще расскажешь? Да, сейчас про файлы про директорию. Все остальные, соответственно, тоже могут читать и выполнять, но не писать. Про директорию отличие в чем? Что выполнение для директории, ну, как бы как-то выполнить директорию, странно, да, звучит? Выполнение для директории, это значит, что мы можем туда перейти. Вот. В write, то есть перейти в директорию, значит, сиди, ну, типа change directory и пахучку. Типа, если у тебя нет, то он сейчас скажет, что у тебя нет доступа к директории. Да, да, да. Если у тебя нет в write, значит, ты не сможешь туда записать. Read, ты не сможешь оттуда прочитать. Но при этом, если у тебя есть read, но ты не можешь, у тебя нету x выполнения, да? То ты знаешь, ты зайти не можешь, но ты можешь прочитать, если знаешь имя файла, точный путь. Тогда ты сможешь. Да? Не, стопудово. Да, он тебе зайти не даст, но если ты скажешь там cut, там вот это директория и да, вот имя. Так не будет, так не будет работать, да. Ты должен знать, но он тебе даст прочитать. Вот. Так же и записать, наверное? Если в write есть, то да. И в write нет, только прямыми путями. Да, наверное, да. Давайте попробуем. Смотрите, мы можем сделать чмот. А, 777 на какой-нибудь релиз. Вот они, мы сделали 777. Вот они все наши эти поменялись. То есть полностью. Мы можем сделать чмот user group, если буковками, да, other, минус v, например. В write убрался у нас. Может быть, буквами кому-то будет понятно. Да, но кто-то цифрами, кто-то буквами. Обычно почему-то цифрами в манах и запишут. Да, хотя буквами, в принципе, наглядно. Буквами наглядно. Да, да. Может быть, человек понятный. Да. Вот, чмот, наше все. Можем сделать чмот минус r, если захотим. Давайте сделаем. Минус r, что там? Other, а, то есть user, группа, остальные, минус write. И на нашу какую-то папочку, которую вам помните, это mp. То есть все файлы, которые в этой папочке, мы убрали буквку «довол». И убрали в самой папочке тоже. r – это такое рекурсивное изменение прав. То есть если у вас в этой папке есть еще под папки, в которой есть еще под папки, в которой есть еще под папки, то он везде поменяет права. То есть такое глобальное изменение прав. Да. Вот, видите, я поменял и поменялись у этой папки, на которой мы указываем тоже. У write нету здесь. Если мы сделаем CD, mp, ls-l, у всех в write выбрался. И у папки, да, вот эта вот, которая, директория, тут тоже нету. И во всех файлах внутри тоже. Да, да. Рекурсивно по всем пройтись. Так, есть еще возможность быстро снять все права, если вам нужно запретить доступ к файлу или к папке вообще совсем для всех, то можно сделать чмот ноль, например. Чмот ноль и сразу снимет все права. Ну, если есть файл. Вот так? Да. Чмот ноль? Чмот ноль? Чмот ноль. Теперь, скорее всего, только root сможет что-либо сделать с этим файлом. Сейчас, теперь, петь. Да, root смог. Root молодец. Дальше идем. У нас есть проблема. Проблема у нас есть. Понимаешь? Есть, например, файлик etc.psvd. Ну, вы представляете, да, там где хранятся пароли, там не хранятся, там хранится информация о пользователях, да, и хэш, по-моему, пароля. И etc.shadows хранится, да. Типа, пошел, посмотрите, vipv. Судовикова. Нету пароли здесь. Ну, есть здесь нет. Shadows. Да. Вот они. Видео таких вот закорючек. Но мы же, как обычные пользователи, мы должны иметь возможность хотя бы свой пароль менять. Да. Как нам сделать, если мы не можем, если посмотреть ls-l, и etc.psvd, только root. Мы всем можем читать, только root может иметь права на write, на запись. Что делать? Да, не давать же root-овые права всем подряд. У нас есть утилитка, так называют... Lich... По-моему, так и называется, да, поскольку... Да. Мы можем сделать ls-l.sr. Видите? У нас есть утилитка, с помощью которой мы можем менять себе пароль, да. Здесь мы увидим интересную штуку. У нас, кроме read, write, x, да, у нас появилась еще такая буквка s. Это так называемый бит ssetuit. Этот бит позволяет нам запускать утилиту не со своими правами, ну, потому что по умолчанию мы, когда входим в систему, у нас запускается процесс bash, он запускается с правами, которые есть у нас, да. Конечно, это не root-овы, права должны быть. Вот. Если мы хотим запустить что-то, мы должны либо на это суты иметь, либо должны... Это должно быть установлено вот этот вот бит ssetuit. То есть что он нам показывает? Он показывает то, что если мы запускаем из-под обычного пользователя вот эту вот программу, да, в данном случае по svd, то она будет запущена не с нашими правами, а с правами владельца вот этой вот программы. То есть с правами root она будет запущена. Вот. Вот в чем дело. У нас есть setgit дополнительно. То есть, ну, это понятно, да, что git — это группа указывает права на группу. Ну, будет с правами группы запущена. Вроде все хорошо, придумали, молодцы, зашибись. Ну, как выход там, да, из таких вот ситуаций. Но здесь тоже возникает проблема. Как всегда. Вот. Проблема с безопасностью. Проблема с безопасностью в том, то, что мы эти биты, setgit, setgit, setgit тяжело отслеживать системе. Вот. Если мы предоставляем этот вот бит, setgit какой-то программе, то злоумышленник, запуская ее, может, он получает расширение прав. Вот. И если в этой программе найдет какая-то дырка, он просто похачит нашу систему. Вот. И, соответственно, эти биты, конечно, лучше не... Ну, использовать по минимуму. Просто, да. Вот. Изменять эти биты мы можем как? Очень просто. Так же, чем модом. Вот, например. Ну, наши эти файлики test.vls-l. Сделаем чмод user, например, плюс s. Setgit мы сделаем на файл 1. ls-l. Вот у нас буковка s появилась. Буковка s разная. Ой. Съел курсот. Буквка s разная. Указывает, большая, указывает на то, что у нас не было раньше права этого x. Не было, x там не стояло. Поэтому s большое. Если бы у нас там x стоял, можем сделать user плюс x, то буковка s у нас будет уже маленькая. Вот. Ну, так как просто буква s стоит на том же месте, там, где s, это надо как-то... там же, где x, и это надо различать. Ну, примерно понятно, да? А как числами? Числами я тебе не скажу. Там есть специальные... Да, там есть там цифры 1, 4... Там 4. Там есть... Там есть цифры, да. Если вы хотите в числовом варианте это все задать, то тогда вам нужно поставить 4 цифры и в начале... То есть в начале у вас идет четверка, а потом те права, которые выдают. Да, там 4, 7, 5, 5, например. Когда мы делаем чмот вот так вот, 7, 7, 7, как вы делаете, как бы по-хорошему нельзя вообще. Вначале у нас идет циферка 0 по умолчанию. То есть мы вот эти вот наши дополнительные, да, setGit, setGit вообще никак не указываем. Вот, их нету на файл 1. Если мы хотим указать... Ставим единичка, это будет... Это, наверное... Я не помню, что это. Я не помню, что это. Четверка, это как раз вот setUid. Да, вот буковка S у нас появилась. SetUid мы задали. Ну, соответственно, про все это можно в мане почитать и, в принципе, это читайте маны. Читайте маны, там все манны. Ну, на самом деле, ну, как бы смысла большого запоминать, да, все эти параметры, как я уже говорил, нет. Ну, все-таки есть, но потом. Ну, потом. Но если ты постоянно с этим работаешь, ты как бы это саунтически запомнишь просто. Вот и все. Если ты знаешь, что такое есть, ты знаешь где-то посмотреть. По большому счету. Один раз посмотрел, потом запомнил, и все, и пользуешься этим всю жизнь. Вот. Вот. Стики у нас есть так еще, кроме вот этих вот setUid и setGit bit, у нас есть стики bit. Вот. У нас просто есть еще одна проблема. Опять. У нас есть директория TMP, к примеру. В директорию TMP могут писать все, кто угодно. Туда складываются обычно какие-то логи, там, временные файлы, там, все. И дело в том, что из TMP могут и писать, и удалять все, кто что хочет. Как бы вы туда что-то пишете, какой там свой временный файл, там, пришел кто-то неизвестный, там, взял, и вам там все удалил. Ну, это не очень хорошо. Вот. Соответственно, придумали вот этот вот бит, стики bit, который устанавливает вам права. Если мы вставим права вот эти вот на TMP, например, да, то удалить или изменить файлы могут только root или владелец файла. Вот. Это реально полезно. А ее, то есть, нужно всегда включать? Да. Да. Ну, там не обязательно TMP. У нас, например, в работе используется на виртуальном хостинге у каждого пользователя есть своя папочка с логами. И если дать слишком много прав, так клиент может по глупости удалить папочку logs, и потом у него логи писаться не будут. Соответственно, либо там права доступа просто ставятся, ну, владелец root, например, да, так что пользователь не может. или можно вот стики-бит прибить, и вся пользователь не сможет удалить, ну, такую нужную системную папку. Да. Вот стики-бит задается чмот плюс-т, файл указывается вот как здесь, буковка T. Ну, то же самое, как и SS, там, большое или маленькое. Только в конце. Да, только в конце. В принципе, все. Еще раз, что он дает? Зафита дурака? Ну, да, да, по большому счету, что если у тебя создан стики-бит, то изменять или удалять эти файлы, которые помечены стики-битом, да. Или удалить. Удалить или переименовать файл. То есть, он допил. То есть, содержимое можно изменить. Давай попробуем. Удалить или переименовать. На root, да? Да, либо root или пользователь файла. Владимир. 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 Давайте потестируем. Ну, командочки стандарты huami. Типа, кто я такой? Hulami. 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 Вот. Кто я? Я могу. LS. У меня есть тест. Я могу сделать чему-то плюс t на тест. Сделал. Да. Только мне надо какой-нибудь еще одного пользователя тогда, да? Да. Блин, надо идти в этот. Тмп, наверное. О, блок. Нет, то есть, мне как-то сейчас. А я не смогу. Так, на рифт. Нам надо еще одного пользователя создать. Да, в принципе, там есть системные пользователи, посмотри. Я смогу поднимать это? Ну, потом ты можешь поменять владельца на кому-нибудь системного пользователя. О, господи. Как они там? Слово. Мом будет? Не знаю, он апатчу сделал. Апатчи. Эксперимент. Владельцы и группу файлов, и группу владельцев файлов. Я правильно сказал? Группу владельцев файлов. Что? Я правильно сказал? Владельцев и группу мы можем менять с помощью команды Чоу. Оказывается, через двоеточие это владелец, это группа. Я забыл, что мы хотели сделать. Так, мы делаем стики бит. Стики бит? Нет, подожди, мне надо сделать стики бит на TMP. Мне надо сделать стики бит на TMP, залогиниться по другим пользователям, создать файлик в TMP, потом перелогиниться по другим пользователям и понять, что я тот файлик не могу удалить. Нет, тебе достаточно сейчас на e-log поставить стики бит, выйти, зайти под них. Да, я попробую сделать еще. Давай так. Так? Угу. Ну, все. Ну, теперь пробуем. Попробую ее садить, нажимаем, добавить какой-нибудь текст. Какой-нибудь. Что я сделаю? Ну, то есть, у нас. Permission deny. Не могу писать. Мне надо, понятно, права не дают. А, надо права, потому что надо... Да, 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 добавить прав. Угу. Угу. По идее, сейчас я как-то должен сделать это вот эхо. Стики бит удавился. Первый, да. Чмот, простые, янблок, датэ. Янблок, делаем эхо. Точнее, к этому. Делал тэл. Мм? Тэл. Швостик. Ну, он пишет, он бы, если бы он не писал, он бы ругнулся. Как бы удалить? Да. Пока мы удалить. Да. Вот. Я правильно сказал тебе, вначале, что мы можем удалить или переименовать, может только владелец и рут. Да. Да. То есть записывать я могу. Вот. Вот. А... Movie там какой-нибудь. Все будет полезно, когда в группе много людей, чтобы там не накосячили. Да. Еще хочу рассказать про такую штуку, что у нас еще, кроме таких атрибутов, ну, как они называются, наверное, системные атрибуты, да, получается, у нас есть атрибуты файловой системы, про которые не все знают, и которые, вот, кстати, set. Есть юсер гид, а расширенные атрибуты файлов в линукс, а в смысле имеется атрибуты файловой системы. То есть это текст? Да. Миксер 3, 2, 4. И даже, по-моему, другие поддерживают. А... Ну, фишка в чем? Ну, то же самое, можем какие-то права, да, дополнительные указания. Устанавливать на них. Мы можем, чтобы смотреть, используем chatter. Сейчас. Здесь у нас какие-то вот chatter. Давай. Сюда. 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 Вон какой-то параметры. Какой-то параметр. Какой-то параметр. Сюда. 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 А, LsAtr. Потому что не change, а... LsAtr. Вот они у нас. Дополнительные параметры. Тут их целая большая группа, их там тоже довольно много. Ну, самое полезное, я не буду все перечислять. Самое полезное, на мой взгляд, это chatter. Плюс и. Ну, плюс это установить, минус это удалить. И это значит... Сейчас. Immutable. Полный запрет изменений. То есть, изменить вообще никто не может. Даже если это мой файлик. Только root может изменить атрибут. Я могу снять атрибут, да. Только из-под root. Вот. Что у нас там? InstallLog. Даже при том, что если мы сделаем чмот, например... А, ну, тут и так понятно, да, что вот... Мы меняли InstallLog. У root как бы read-write есть. Даже если мы сделаем там... Техо. Test. InstallLog. Permission. Deny. RM. InstallLog. Есть, конечно. Operation. Not permitted. Даже самому мне, даже по-другому, он не дает. Это такая хорошая защита от дурака, во-первых. Потому что, ну, сам из себя можно защититься. Вот. А во-вторых, довольно часто я использую в тех случаях, когда мне не хочется править основные атрибуты. Но я не хочу вот эти вот, да, менять. У меня там выставлено, все настроено уже. Ну, и мне надо на время отключить вообще изменение этого файла. Да? Там chatter плюс i. Все. Никто ничего его не потревожит. Спокойно он у меня там лежит. Вот. Еще интересный атрибут у него a. То есть append only. Только запись, только в конец. Вот. Тоже, наверное, может как-то иногда нам пригодиться. Для логов, наверное. Если мы не хотим, то есть логи. Да. Кстати, да. Тут логи или что-нибудь такое там. Плюс. А маленькая? Еще, наверное, это защита от дурака, потому что мало кто о них знает. Ну, то есть начинающие зачастую не знают. И он будет пытаться менять права, и все равно ничего не получится. Да, да. Для начинающих. И еще, почему это полезно, что, по крайней мере, говорят, что всякие кулхацкеры, если нас поломают, они любят менять эти системные утилиты и ставят на них именно вот этот вот знак. Ну, дополнительно. Ну, чтобы мы сами не могли там ничего сделать. Типа, если мы не знаем, то все пипец. Вот. Смотрите. Мы пытаемся в него перезаписать этот файлик. Вот. Перенаправление мы уже проходили. Вот. То есть, если мы хотим вот эту вот скобочку перенаправление и перезаписывать полностью, если мы делаем две скобочки, то она добавляет в конец. Добавление в конец у нас проходит нормально. Мы можем посмотреть, что у нас там в конце файла. Тест у нас нормально прошел. Ну, как бы добавился. Тоже довольно интересная и довольно юзабельная штука, про которую почему-то мало кто знает. Вот. Дальше. Ну, по большому счету там, ну, так чуть-чуть я расскажу. Я здесь уже не совсем успел подготовиться. Ну, в принципе, тут особо рассказывать нечего. даст. Это такие стандартные вещи. Тач. Да. По чуть-чуть. Тач это, ну, понятное дело, создать файлик пустой. Рем удалить. Копи копировать. Муви перемещать. Про... А, ЛС показывать. ЛС. Смотрите, у нас еще про ЛС можно что сказать. ЛС просто показывает. ЛС-Л показывает с дополнителями атрибут... Со стандартными атрибутами, да? ЛС-ЛЗ показывает еще Z большая. Атрибуты с Е-Линукса. Тоже довольно полезно бывает. Так, что там еще есть? ЛА. А, это скрытые файлы. Скрытые файлы в Линуксе создаются вообще очень просто. Мы просто в начале имени ставим точку, да, и файл считается скрытым. Также мы видим еще два дополнительных файла. Не знаю, вы видите, в общем, я вижу точка и две точки. Наоборот, ЛС-Л. Вот они. Точка и две точки. Это две директории. Директория точка — это ссылка на нашу же директорию, жесткая. Директория две точки — это ссылка на вышестоящую директорию. То есть, когда мы делаем CD две точки, да, мы указываем не... не должны помнить полный путь к директории, на которой я был раньше. А это значит, что CD в директорию, ну, как бы, выше, чем я сейчас, на уровне выше. CD минус — это возврат обратно, где я был только что. Да. Так, мы маленькие. А CD тильда? CD такая закорюка — это «Домой», но CD закорюка — «Тильда» можно не использовать, потому что CD просто, оно также на самом деле «Домой». Не обязательно. На CD можно перенестись в директорию конкретного пользователя, если ты знаешь имя этого пользователя. Чтобы вместе пишите, имя или имя пользователя. CD тильда там какой-нибудь там. Не-не-не, прямо напиши там. Кто ты? Не, без косой черты. Ну, это в маке он мне это, ворота мне кидает. Не-не, подожди, давай его в этом центре себе попробуем. Он неправильно, смотри куда он мне. CD, а, CD-мишин. Когда я могу CD-то сделать? CD-мишин. А, с этим, да? Сюда, правильно. Да. Да что стою? Рутов. Кстати, пользователь у нас есть. Он меня в Linux. Во фребезде есть пользователь тур. Тур? Да. Да, он по умолчанию отключен, но его можно включить, его смысл в том, что если ты хочешь прописать пользователю root альтернативную оболочку, допустим, у тебя по умолчанию c, c, sh, ты хочешь bash, но ты пошел, меняешь и опечатываешь, и у тебя проблемы, что называется. Поэтому ты можешь активировать пользователя tour, задать ему альтернативную оболочку, зайти уже. То есть у тебя будет запасной вариант, чтобы потом вернуться и не спрятать. Ну, в Linux и так далее. Слушай, я не знаю, где здесь у меня такой начальник. Ну, в общем, ладно, нет, потом на эту карту. Так, дальше идем. ЛС. Еще про ЛС. Давай. Еще есть довольно удобные параметры. То есть там есть возможность сортировать по разным параметрам. я пользуюсь сортировкой только по размеру. Это большая S. и если у вас куча файлов, вам нужно посмотреть там, не знаю, десять самых больших. Можно сделать ЛС-S большое и там передать в HEAD. И там верхние десять файлов вы увидите. Самые толстые. Еще есть довольно удобные параметры в минус один, когда вам нужно без лишних атрибутов это все посмотреть, но не в горизонтальном, скажем так, направлении, а в вертикальном столбце. Это минус один. Кто-то. Я не знал. Я пользуюсь обычно ЛС-Т, он сортирует их по времени доступу. То есть если я хочу посмотреть, да, который был последний измененный, делал ЛС-Т, и я вижу там, кто последний, например, лог, там есть у меня куча логов, да, последний лог, куда кто-то что-то писал. Вот. Тоже довольно удобная тема. Но про S я не знал, мне приходилось там это, загоряться. ЛС-Т это такая интеллектка, которая открывается со временем, но там, по-моему, чуть ли не полный алфавит этих параметров, кроме трех, по-моему, кроме трех букв. То есть это там 25 лет, да, это какие-то параметры. Интересно. Так, дальше идем. Алин, кстати, ты пользовался? Я не успел про него читать, и я не пользовался. Не знаю. Я срисовал ее честно, и толком посчитать не успел. Анлина тоже, я не знаю. Мы сделаем это в домашнее задание. Вот. Директории. MakeDeer, понятно. RMDeer. Да, MakeDeer, маленькое дополнение. Она, по идее, пытается создать ту директорию, которая, ну, последняя в пути. Если у вас по пути есть не готовая директория, то есть вам нужно, например, создать директорию А, потом в ней создать директорию Б. Как создать сразу весь путь? Есть ключик в минус П. Ну, типа, создать в том числе и родительский директории. Поэтому, да. Да, он создал там полностью весь путь. Все пасы. Да. Да. Короче, там ничего не видно, но, в общем, они есть. Поверьте. Какой-то синий шрифт на черном фоне. Сделаем другие консольки. Ну, вот сделаем МКД, а писать шута Б. А если теперь МКД минус П, ну, граф не хватает. Почему? Потому что мы там мутильность провалим. А, мы же там, да. Зависуем. Ну, дожди. Ну, давай, да. МКД. Он говорит, да. Он не нашел ее, потому что у нас нет такой директории. Да. Если сделать минус П, то все окей. Да. Ну, вот так можно быстро создавать длинные пути. Да. Дерево каталога. Дерево каталога. Очень удобно, кстати. А еще, если пользоваться, например, можно вот так вот сейчас идти. Если нам надо прям много, там, да, там, Б. Можем сделать, там, Б. Один, запятая. Да. Два. Три. Капец, оно там все у нас удается. А мы теперь таймлс минус один. Да. У меня есть только одна боль, которую я не знаю, как красиво разрешить, чтобы создать директорию и сразу зайти в нее. Да? То есть, ну, всегда приходится вначале МКДир, а потом CD. Понятно, что можно в одну строчку, а вот так вот, чтобы одной командой, наверное, можно алиэс сделать для вашей. Но, по-моему, утилитки, которые так делают, я не знаю. А МКДир не умеет? Каким-нибудь такой ключик? Интересно. Не знаю. Я бы узнал. Слово. Ну, вот fine. Не установлено, ладно. Ну, ладно. Мы запомним твой вопрос. А. РМДир удаляет директории. На самом деле, я обычно не пользуюсь никогда, потому что хватает РМ минус Р рекурсивно. РМ минус РФ как бы показываешь ему директорию, он удалять нормально. Не спрашивает. Я обычно использую маленькую Р. Ну, там, по-моему, разница в том, что ходить или не ходить по симлинкам, что-то такое. Ну, да. Я тоже маленькую. И есть еще РМ, параметр F. Он, с одной стороны, опасный, с другой стороны, надо сокращать время. Потому что так он будет у вас спрашивать, каждый файл удалить или не удалить. Когда ты знаешь, что вам нужно удалить кучу файлов и поддиректорий, там, их десять тысяч, если не миллион. Естественно, вы не можете отвечать каждый даудель, даудель, даудель миллион раз. Естественно, есть ключ к этому. ЛС. К директориям тоже относится? Конечно. Можно директорию посмотреть. Ссылки. Ссылки, на самом деле, это вообще отдельная тема. Я сейчас постараюсь вам немножко рассказать, но я картинку не подготовил интересную. Смотрите, у нас есть два вида ссылок. У нас есть жесткие ссылки, есть гибкие ссылки или сим-линки. Чем отличается? Отличается, на самом деле, очень сильно. У нас есть, смотрите, у нас вся иерархия файликов, да, как у нас хранится файлы на жестком диске. У нас есть файл, как наши данные, да, и у нас есть его описание. Описание хранится в так называемых i-нодах. Вот. Правильно говорю? Да. Вот. С i-нодами, интересно, случай может быть, что у нас может остаться много места на диске, да, но i-ноды кончатся. Собственно, когда вы делаете ls-l, вот эта вот вся информация, там, права, когда был создан владелец и прочее, это все хранится как раз в i-нодах. Вот эти метаданы. Да, называется метаданы, эти метаданы хранятся. Мы даже можем посмотреть эти номера i-нодов. И вот у нас i-ноды. Смотрите. Да, и на самом деле это очень важная штука, эти i-ноды, потому что многие программы с ними очень плотно работают. по i-нодам можно, ну, узнать уже имена файлов, да, директории, где они находятся, да, вот эти все эти данные. И с одной стороны, с другой стороны, если у нас, почему всякие программы восстановления очень часто не могут восстановить имена и название файлов, да, восстанавливаться в каком-то он может быть не удален. Он может быть не удален, если у нас на него жесткая ссылка сделана. Вот. И не удален, если у нас он используется просто каким-то еще процессом открыт. Вот. По факту жесткая ссылка делает что? У нас есть место на диске, есть описание этого файла, как бы, да, вот эти i-ноды. Жесткая ссылка у нас создает просто, как бы, еще одно альтернативное имя этому файлу. Ну, можно так сказать. Самое простое, что у нас ссылается, получается, одно имя ссылается на i-node и второе имя этого файла ссылается тоже на i-node. То есть они два, получается, что у одного файла два равноправных имени. Совершенно равноправных. Мы удаляем одно имя файла по факту, да, файл все еще лежит физически на диске, но другое имя на него указывает. Вроде понятно, да? Объяснил? Да, если мы удаляем последнюю жесткую ссылку, все, файл удаляется. А? Для чего используется? Ну, в частности, получается, файл будет цел, пока на него есть хотя бы жесткая ссылка. Ну, как-то так. просто, смотрите, мы можем, да. А по размеру, как получается, файл, допустим, 10 мегабайт? Жесткая ссылка на него? То есть, как, то есть, в два раза мы увеличиваем? Нет. Фактически у тебя на диске занят тот же самый объем, но, грубо говоря, если ты будешь считать место в одной папке и место в другой папке, то как будто бы, да, стало место как бы больше занято получается. Ну, то есть, это влияет на подсчет количества данных в папке, я думаю, в директории полной в папке. Я бы никогда не использовал жесткие ссылки, я обычно делаю... Сознай другую папку. Дома взял. 5 часов. Дома минус 5 часов. Так? Да. Ну, по факту, как бы, да, тут получается проблема с подсчетом дискового места, да, но оно как бы не должно увеличиться, по идее. Оно не должно считаться просто, и все. Место не увеличится физически. Вот. Но здесь есть два ограничения, связанных с этим. Жесткие ссылки, что мы жесткие ссылки не можем создать на каталоге. Вот. Ну, у нас есть уже две жесткие ссылки, это точки и две точки, да, и даже если мы будем рутом, мы не сможем как-то и с ним ничего сделать, и свои не сможем сделать, потому что там есть тоже проблемы, как всегда, связанные с тем, что мы можем зайти, там, не знаю, в цикл, там, когда создаем этих ссылок на ссылки. Вот. И вторая проблема, что мы не можем сделать жесткую ссылку на другую файловую систему. И даже на другой раздел диска, по-моему, не можем сделать. Вот. Потому что… А? Что-то читал, да, там, на другую систему точно. Да, на другую файловую систему точно мы не можем. Даже если у нас два диска, как бы, да, мы не можем между ними тоже жесткие ссылки делать. Вот. Потому что это связано с тем, что у нас айноды на дисках как-то жестко получается привязаны. Вот. А количество? Даже не то, что количество, а получается, что, видимо, номера айнодов в жестко привязанных дисках получается. Да. Ну, я не уверен, но, мне кажется, да, в этом делаются. Грубо говоря, если тебе надо сделать жесткую ссылку на другом диске, тебе надо скопировать этот файл на другой диске. Да. Соответственно, да, с айнодами надо тоже иметь в виду, что там иногда бывает забавно. Мы, наверное, можем посмотреть df минус h, да, или минус i, покажем нам айноды. В том плане, что, да, вот такая забавная ситуация, что дисковое пространство у нас до хрена еще, да, а создать мы ничего не можем просто тупо, потому что у нас кончились айноды. Вот. Обычно под айноды там отводится не очень большое пространство дисковое, но понятно, что что там они ничего не занимают, как бы, но количество их ограничено по факту. И я встречался с ситуациями, когда айнода заканчивается. Например, PHP может, то есть скрипты на PHP, они используют сессии, и для каждого там соединения они генерируют сессии. А бывают тупые скрипты, которые не чистят за собой. И у тебя эти сессии копятся, у тебя может накопиться там в три миллиона сессий, файлов сессий. И все, у тебя место вроде на диске есть, а и нода кончилась. И создать новый файл нельзя. Символьные ссылки, они более гибкие, потому что они не они гибкие. Наверное, видимо, поэтому их тогда как-то обозвали, в том плане, что там… Софт-харт. Да, софт-харт. С ними удобнее работать в каком-то плане, да, с ними можно делать то, что угодно, ограничений не накладывает, ссылка… ну, с одной стороны они чем-то лучше, чем-то хуже, да, лучше тем, что у нас может быть ссылка, но не может быть файлов. Да, по факту мы можем там сделать ссылку на флеш-накопитель, который мы будем монтировать потом, да. Можно куда угодно его делать, потому что он может ссылаться вообще на пустое место, он ссылается на имя, как бы, да, что если здесь у нас получается, что жесткая ссылка, это как бы она ссылка на iNode, да, и две жесткие ссылки между собой никак не связаны, ну, два вот этих вот имени, как бы, файла, да, то, когда мы делаем софт-линк, он ссылается не на iNode, а на имя файла. Некий аналог как в Indie, да? Я не знаю, наверное. Ну, что-то вроде. Ну, собственно, это не защищает от удаления файла, да, то есть, если удалить, там, основной файл, то софт-линк будет вести это никуда, просто. Ну, то есть, будет запись в каталоге, она отдельно помечается, там, при просмотре, но она никуда не ждет. Ну, да. Ну, здесь я встречал пример интересный с софт-линками, да, что мы можем сделать, например, ну, наверное, не очень правильно, ну, как ради примера, как алиас в какой-то программе, да. У нас там есть полный путь, там, юзер, бин, там, какая-то программа, мы делаем на нее алиас, юзер, бин, там, не полное имя программы, а сокращенное. Вот. И указываем, мы можем указать не обязательно полный путь, да, а для софт-линки мы можем указать относительный путь. Потому что, если мы укажем полный путь, а потом что-то переместим, как бы, линк поломается наше, да. Вот. А если мы укажем софт-путь, то мы можем, как мы наши алиас, и наше имя программы, мы просто вместе это перенесем в другую папочку, там, да, и оно ничего не сломается. Вот. Создается просто как ln-s, и сейчас… Откуда-куда? В смысле, что сначала указывается? Да. Мне кажется, сначала надо указывать обычный файл, а потом… Ну, ты вначале указываешь, да, путь до реального файла, а потом до суда. Что-куда? Да. Что… 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 На что ссылается, да, что… Куда. Вот стрелочка. Да. Здесь мы видим, вот, дополнительный атрибут в начале, l. Это так что… Ну, это линка, как бы, линк. И стрелочка – это уже как-то более человекоудобная… Ну, это показывается, на что ссылается. Да, да. Ну, линк, как бы, тебе вот эта буквка тоже говорит, что это линк. Ну, ты говоришь, линк, но когда ты делаешь ln-l, то он тебе прямо показывает, куда ссылается вот эта ссылка. Угу. 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 Тихо. Я хочу попробовать… Сейчас я вспомню эту фигню. Если у меня получится, что я задумываю. А… Смотрите. тест. Тест. Софт. Вот. Забавно, да? Ну, вы поняли, что я сделал. У нас был файлик тест, в котором у меня было тест-тест написано. Я сделал сначала на него hardlink в виде тест-линк, да, а потом на него же сделал тест-софт. Ну, ладно, понятно. Файл удалил, потом пересоздал с новым содержимым. Соответственно, да, после этого у нас тест-софт также ссылался на тест и показывает новое содержимое, да, а тест-линк показывает старое содержимое. Интересно. Потому что… Ну, понятно, да? Потому что тест-линк не на имя, как бы ему пофигу, что там, а на iNode… А… Там-то ничего не изменилось. Да. Чтобы понять. Ну, покажи, какие файлы там. На что жесткая ссылка ссылается? То есть, допустим, если исходный файл был удален или только на памятник? Ну, можно посмотреть, к примеру, вот так. Ну, блин, мы, наверное, так уже не посмотрим. Можно еще раз hard-link сделать и посмотреть по номерам iNode, например. ln… Если мы на тест, сделаем test-hard и еще раз посмотрим. Вот они. Test-hard и тест — это номера iNode одинаковые. Ну, вот так. А еще проще, я, кстати, не знаю, если честно. Ну, здесь сразу видно, да, что на один iNode у нас ссылается два файла. А как найти жесткие ссылки? Нет, я вижу, если файл удален был, сможем ли мы найти, какой файл был удален по жесткой ссылке? Нет? Нет. Нет. Как обычный файл. Ну да. Как ты узнали, что был удален файл? Ну да. Как ты узнали, что был удален файл? Нет. В принципе. Про ссылки рассказали. Вот. Я, наверное, сделаю статью просто, да, напишу про сегодняшнее занятие, скину туда все эти линки, то, что я вчера читал про эти, про hardlink, про softlink, да, там целая куча еще информации. Там на хабре довольно много есть статей, как бы, да, ну минимум две я вчера сразу нашел сходу, которые как раз вот объясняют вот эту вот тему про hardlink и softlink, да, и про них как бы надо знать, потому что очень любят на собеседованиях спрашивать. Именно типа можно ли создать hardlink на другом разделе диска, там, да, или на другой файловой системе, как бы надо это помнить. Вот. Так что, наверное, на сегодня все. Вот. Спасибо, что пришли. В принципе, у нас только нормально так получилось по времени. Спасибо.